Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале, вы смотрите мой челлендж Апокалипсис, это 15 серия и всем добро пожаловать. И сейчас Маршал, видимо, очень сильно хочет, чтобы я влетела еще на 10 тысяч и набрал себе водички, которую собирается пить. Так, ну-ка, 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 встал быстро и поставил ее на место. Ну-ка, быстро, Макинтош, я прикончу тебя, если ты это сделаешь. Наверное, он тоже вместе со мной читал ваши комментарии по поводу того, как вам забавно наблюдать за тем, как у меня фейлы наступают. Поэтому, да, он решил помочь и добавить мне их еще немножечко, но, пожалуйста, спасибо, конечно, тебе за заботу, другой мой, но я думаю, что я и без тебя справлюсь. Так, ребят, в общем-то, Маршал у нас уже пошел спать, потому что все, он уже не в состоянии у меня заниматься спортом. Ну, добили мы фитнес наш до седьмого уровня и набрали 13% к восьмому уровню. Вот, в принципе, в принципе, неплохо, если мы и дальше продолжим так двигаться, хотя вот эти вот последние, конечно, уровни будут очень тяжело набираться, но, в принципе, я думаю, что за взрослый возраст Маршала мы точно должны осилить фитнес и таким макаром освободить его от маразма тоже. Ну, я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Кстати, до дня рождения ему осталось всего лишь два дня, ребята. Через два дня и у Маршала, и у Джулии будут дни рождения, хотя у нее, а нет, у нее показывают три дня. Три дня до взросления почему-то, но они должны быть вроде как одногодки, не знаю, как это будет считаться. Вот, у нашей Джулии, по-моему, в шесть часов вечера должен наступить день рождения, потому что она, по крайней мере, именно во столько задувала свечки. А вот насчет Маршала, кстати, я не знаю, мне будет интересно очень, когда это случится, но единственное, я буду очень сильно, просто безумно сильно надеяться, что это будет не с десяти до восемнадцати, потому что иначе его просто вернут домой с работы и нам придется уволиться. Ребята, я просто не удержалась и решила заснять вам это прелестнейшее зрелище. У нас тут Сэм Момоа, который является представителем мафии и вообще, который является мафиозным кланом нашего именно города, нашего острова Сулани. Просто посмотрите, в каком положении я его застукала. И тут у нас, кстати, в роли разосредителя выступает. И он просто, по-моему, в восторге от себя. Он уже планирует, в общем-то, он уже сейчас проектирует план по захвату этого острова, по захвату власти вообще даже, мне кажется, не только на этом острове, но и во всем мире, в принципе, да, и попутно продолжает еще разбрасывать вот это вот возле себя. По-моему, просто вообще картина маслом называется обычные будни Суланианского мафиози, да, иначе и не скажешь. Вот, на самом-то деле я хотела найти хоть какого-нибудь человечка, с которым бы Джулия могла познакомиться и которого бы Джулия смогла заманить к нам домой для того, чтобы Маршалу помочь попрокачивать его обаяние. Потому что с Джулией он еще не сможет это делать и довольно-таки долго. Только Джулия может с ним общаться. Об этом я сейчас буду помнить вот прям вообще постоянно. И очень сильно буду за этим следить. Вот, а самого Макинтоши я пока что, как вы можете заместить, правила за шахматы. Потому что тут вылезла его чудеснейшая гениальность, которая дает ему состояние внимательности. Это просто замечательно. Так, ну вот, ребят, наша Джулия смогла наконец-таки выцепить хоть кого-нибудь. И это у нас Рафаэль Гудсон. Нет, слушай, ты от нас никуда не уйдешь. Да, нам нужно с тобой пообщаться. Давай вот выразим Рафику восхищение, скажем, где он был. Так, ну-не-не, тебе никуда не пора, ты только пришел. Подожди, успокойся, не бойся. Скажи, я надеюсь, у тебя просто отличное настроение, потому что сегодня такой прекрасный день. Солнечный, и вообще, мне кажется, после этих затяжных гроз это просто прекрасно. Ну, ты знаешь, действительно, действительно, ты права. Грозы были просто нечто. Так, Рафаэль, няня, слушай, прикольная у тебя карьера, полезная, кстати, очень даже, да. Так, поболтать с Рафаэлем. Да, давай с тобой поболтаем, только ты с нами не прощайся, пожалуйста. Я тебе просто умоляю, потому что, потому что ты нам очень сильно нужен. Слушайте, такой, конечно, персонаж смешной вообще. Красота просто. Так, ну что, ребят, по-моему, план просто выдулся на ура. Мы заманили нашего Рафика домой. Сейчас у нас его, в общем-то, сейчас им занялся наш маршал. Да, он прокачивает с помощью него обаяния и достиг уже, наконец-таки, пятого уровня. Вот, конечно, будем стараться по максимуму развить. Вот, и сейчас мы делаем два действия одновременно. Развиваем и навык логики, играя в шахматы и разговаривая с Рафиком навык обаяния. Вот, ну вот, насколько получится максимально, я очень сильно буду стараться развить этот навык. Вот, может быть, дотянем до шестого уровня, может быть, нет, не знаю. Ну, пока что у нас вот такие дела. Лучше всего у нас идет с фитнесом, у нас седьмой уровень. Затем на втором месте логика. И на самом последнем месте у нас обаяние, пятый уровень. Вот, будем-будем стараться, конечно же. А Джулия у меня пока что, да, решила пока что, пока мужики разговаривают. Она тут это... Она тут пока что с грушей поговорит. Вот, в общем-то, спросит, хорошо ли она себя вела все эти... Все эти дни, все это время, да. Да, и, наверное, сейчас будет ее гипнотизировать на то, чтобы она помогла скорее Маршалу закрыть навык фитнеса. Слушайте, только-только моя Джулия любезнейшим образом выбросила, в общем-то, всю стушу еду, которая у нас тут вот была, вернее, как не выбросила. Она ее не выбросила, она ее просто вот так вот в кучу собрала. Да, и пока что даже не помыла тарелку. И тут к нам пришла наша дополнительная еда. Но проблема-то в том, что я не вижу еды. Я не вижу еды. Робин Старк. Алло, где? Где наша еда? Объясни, пожалуйста. Нам сказали, что ты принес нам еду. А ты пришел с пустыми руками. Ты знаешь, что негоже приходить в гости с пустыми руками? Особенно, если ты сказал, что ты не с пустыми руками. Слушайте, это, конечно, очень прикольно. А, вот наша еда! Вот наша еда! Хельга, ну слушай, давай иди сюда. Так, ну что, ребята, у нас с вами воскресенье, почти 6 часов вечера. И нас Рафик уже сказал, что он нас покидает. И причем покинул нас вот в таком вот состоянии. У нас 92% уже набрано. То есть мы практически достигли 6 уровня в навыке обаяния. Но он сказал, что все, нас покидает. И у меня Маршал очень внимательный. Кстати, они с Рафаэлем стали вообще лучшими друзьями, как вы можете заметить. Да, Маршал справился на ура. Нахвалил так нахвалил. Вообще, посмотрите, он невероятно доволен собой. Да, у него все в порядке. Старки пока что у нас тут тусуются кто дома, кто снаружи. Да, Джурик у нас убирает старую еду. Потому что к нам пришла новая. И я думаю, пока Маршал только внимательный, то ему вот просто обязательно нужно поиграть. Так, ну что, у нас с вами уже 7 часов вечера. На самом-то деле воскресенье подходит к концу. И я напоминаю, что завтра у нас работает и Джулия, и Маршал. Да, все правильно. Маршал у нас работает с 10 утра. Ну, это в принципе хорошо. Значит, успеет еще и посмотреть базу данных разведки. Нужно себе поднять. Да, Джулия у нас работает с 9 утра. И у нее уже вообще тут все завершено. Она готова прокачиваться и закрывать уже свою карьеру. И тут Джулия сама, сама. Я очень внимательно за этим слежу. Маршал ни на что не влиял. Джулия у нас сама решила подсесть к Маршалу. Да, Старки у нас ушли. Оставили еду и ушли. За что им еще раз огромное спасибо. И Джулия у нас подсела к Маршалу и говорит, в общем-то, Слушай, вот мы же с тобой хотели поговорить, помнишь? Потому что нужно очень много нам с тобой вспомнить, солнце мое. Ты готов вообще? Как ты себя чувствуешь? Маршал у нас отвечает, что Ты знаешь, да, в принципе, я думаю, что я готов. Джулия у нас смотрит на него такими глазами, Типа, а я вот, наверное, не совсем готова. Так, ну что, мои ребятки уже сидят на лавочке своей, да. И я думаю, что мы начнем наш разговор. Да, Джулия у нас, в общем-то, сейчас говорит Маршалу о том, что Ты знаешь, на самом-то деле мне сейчас будет не очень легко об этом всем говорить, Опять об этом всем вспоминать. Но я понимаю, что это нужно, потому что ты совершенно ничего не помнишь, Не представляешь вообще, кем ты был, где ты был, как ты был. Маршал у нас смотрит так на Джулия и говорит, ну, я так понял, что мы были с тобой вместе. И уже довольно-таки давно, да, Джулия у нас сейчас скажет, ну, в принципе, да, это правда. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что ты был довольно-таки известной личностью, А тебе очень много писали и в газетах, и вообще везде. Да, ты на самом-то деле был очень здоровским, Очень здоровским известным парнем, И общался со множеством ученых, Потому что ты и сам был, на самом-то деле, великим ученым. Да ладно тебе, Джулия, я был великим ученым, Ты шутишь, наверное, я ведь еще совсем молод. Нет, дорогой мой, я не шучу, Ты на самом-то деле был великим ученым. И да, именно поэтому о тебе очень много писали, Потому что, несмотря на свой юный возраст, Ты очень многого добился, И смог, в общем-то, раскрыть совершенно, совершенно невообразимые вещи, О которых люди даже и подозревать не могли. Я не могу сказать, что ты нравился прямо всем, Конечно, кто-то был за тебя, кто-то был против тебя, Но, тем не менее, это не помешало тебе Открыть свою собственную лабораторию имени Макинтош. Да ладно тебе, ты серьезно? Ты хочешь сказать, что я открыл свою собственную лабораторию, Что в мою честь есть какая-то лаборатория, Но, ну где она? Да, ты прав, Семенстаг, Так, в твою честь есть лаборатория, которую ты открыл, Но, Маршалл вас говорит, Это, конечно, все очень суперски и здорово, Я, конечно, не могу в это поверить, Но я прекрасно понимаю, что ты тот самый человек, Которому я могу спокойно довериться, И неужели я все это сделал один? Я просто, у меня в голове не укладывается. Ну, нет, на самом-то деле, ты совершенно прав, И мне здесь нечего лукавить, ты был не один, И в лаборатории ты тоже основал не один. У тебя была одна замечательная помощница, Вот, которую ты очень сильно любил, И ради которой ты был готов пойти на все, И это твоя родная сестра. Стоп, подожди, ты хочешь сейчас сказать, Что у меня есть родная сестра? Ну, да, Маршалл, да, я понимаю, Что в это, наверное, очень тяжело поверить, Но у тебя действительно есть родная сестра, Ее зовут Гвен, И я не знаю, помнит ли она тебя, Помнит ли она себя, Потому что вы пережили очень-очень тяжелую И очень серьезную историю, И, если честно, я не знаю сейчас, где она, Есть ли у нее семья? Так, подожди, что-то я, что-то я, Не знаю, и, может быть, мне взять себе перекусить, Потому что я так чувствую, Что это будет очень долгий разговор. Ой, ну, можешь, ну, ладно, Только обязательно возвращайся тогда сюда. Серьезно, у меня есть сестра. Ну, да, о, боже мой, Посмотрите, просто какие-то действия, И Джулия у меня не кокетливая, ничего. Вот, у нее уже все, что-то нежности поцеловать. Ой, все, все, пошло-поехало. Так, давай поговорим дальше с Маршалом. Да, родная моя, у тебя есть сестра, Родная младшая сестра, Она немножечко младше тебя, И ты знаешь, Ты мне говорил, что она просто замечательный человек, И она заставляла тебя всегда улыбаться, Дарила тебе очень много радости в этой жизни. И я даже могу сказать, что ты жил ради нее, Ну, ты знаешь, если бы, на самом-то деле, Если бы я мог ее встретить, Я действительно понимаю, что сестра, Это очень родной человек, И да, в принципе, это на меня похоже, В принципе, да. Я думаю, что ты действительно меня не обманываешь, Но ты говоришь, что ты не знаешь, где она, Ведь так? Ну, да, к сожалению, я не знаю, И если честно, Если честно, я совсем не знаю, Как ее встретить, Ты понимаешь, наверное, Я очень надеюсь, что ты понимаешь, Что если бы я только могла, Маршал, Я бы обязательно пригласила ее С нами пообедать, И вообще, ты понимаешь, Я бы с ней сама хотела безумно познакомиться, Потому что она сестра человека, Которого я люблю, ты понимаешь, Она уже автоматически для меня родной человек, Тем более, что она все время Так тебе помогала, Она всю твою жизнь была рядом с тобой, Всегда поддерживала тебя, Ты очень сильно любил свою сестру, Ну и сейчас, я думаю, конечно же, Ты тоже не станешь любить ее меньше, Но дело в том, что с вами произошла Не очень хорошая история, Да, на самом-то деле В твоей жизни очень много чего произошло, И да, как я уже тебе говорила, Ты был связан даже с вампиризмом, А вот это уже интересно, Я думал, что ты пошутила тогда Нет, дорогой мой, я не пошутила, Дело в том, что, ну, понимаешь, Ты же был ученым, Тебе было все интересно, И ты на какое-то время стал вампиром, Подожди, ты что, серьезно? Я добровольно позволил себя кому-то покусать? Ну да? Ну да? А что в этом такого? Тебе сейчас кажется это диким, Но тогда это тебе сказалось совершенно не диким, Тебя обратил твой помощник, Твой главный секретарь, Его зовут Калеб, И моя семья очень хорошо его знает, Кстати говоря, я его помню, Я с ним лично знакома, И да, он обратил тебя, И некоторое время ты был вампиром, Но не переживай, Ты не кидался на людей, Ты никого не обижал, И более того, Ты сам смог излечиться от вампиризма, Тебе просто было интересно, Понимаешь? Азарт, спортивный интерес, Слушай, ну, конечно, Я просто поверить не могу, В то, какой, Каким безбашенным вообще я был, Это вообще как будто сюжет какого-то фильма, Ну да, Можно сказать, что так и есть, Это твой фильм, Маршал, Под названием «Жизнь», И да, Это, конечно, Очень странно, Наверное, тебе слышать, Но все так и было, Так вот, По поводу твоей сестры, Вампиризм занимал очень малую часть твоей жизни, Поэтому ты даже на этот счет можешь не переживать, Ну, было и было, Новый опыт в твоей жизни, Поэтому, да, Ты насчет этого сильно не заморачивайся, А вот по поводу сестры, Здесь, знаешь, На самом-то деле, Очень-очень сложная ситуация, Потому что, Потому что твоя сестра, Она, к сожалению, Очень-очень сильно болела, И, понимаешь, В конце концов, Она, Понимаешь, Маршал, Так случилось, Что она умерла, Подожди, Ты что, Ты что, серьезно? Ты хочешь сказать, Что у меня умерла сестра? Но ты же говорила только что, Что я могу с ней сейчас познакомиться, Да, Понимаешь, В этом, В этом самая главная проблема, И я даже не представляю, Как тебе это все объяснить, Это все настолько странно, И настолько, Настолько невозможно в это поверить, Что то, Что я тебе только что рассказала Про твой вампиризм, Это на самом деле вообще Просто цветочки, По сравнению с тем, Что происходило с тобой, Когда ты узнал, Что твоя сестра заболела, Так, ну-ка, ну-ка, Рассказывай, Я слушаю тебя, Джулия, Подожди, Ну, понимаешь, Конечно же, Конечно же, Мы не вампиры, Мы не живем вечно, Вот, Но ты очень сильно не хотел, Чтобы твоя сестра покидала тебя, И ты очень сильно переживал за нее, И она тоже очень сильно не хотела В таком юном возрасте Покидать этот мир, И поэтому Она очень сильно попросила тебя, Она даже взяла с тебя обещание, Чтобы ты, Чтобы ты помог ей вернуться к жизни, Да ну, Брось, Ты шутишь, Наверное, Как, Как я, Я же, Я же не бог, Как я могу вернуть к жизни, Ну, Понимаешь, Не то, Чтобы вернуть к жизни, Конечно же, Воскресить ты не можешь, Но ты можешь кое-что другое, И на самом-то деле, Тут пригодились очень сильно твои навыки ученого, А что, Маршал, Если я тебе прямо сейчас скажу, Что можно попытаться, Ну, Скажем так, Если, Конечно же, Набраться соответствующих знаний, И изучить множество литературы, Много проводить опытов в лабораториях, То как насчет того, Чтобы воссоздать человека, Из его лишь образца ДНК, Любимая, Ты, Наверное, Ты, Наверное, Хочешь, Чтобы у меня тут крышечка поехала, Подожди, Ты, О чем это ты говоришь? Как такое возможно? Я не знаю, Маршал, Я не знаю, Но, Хочешь верь, Хочешь нет, Но это ты мне сам рассказывал, И буквально несколько лет назад, Когда, Когда мне было 17 лет, Ты сам, Ты сам рассказал мне о своей идее, И ты вовлек меня в это все, Ты сказал мне, Что это все сработает на 100%, И что ты уверен в себе, И в своем успехе, Ты можешь себе представить Мое уделение вообще, Но я, Я поверила тебе, Потому что, Потому что уже даже тогда Я понимала, Что, Что я люблю тебя, Боже, Я просто не могу, Этот взгляд, Это, Это просто нечто, Это просто нечто, Взгляд этой женщины Говорит, Говорит вообще сам за себя, По-моему, Ребят, Да, Я, У нас Джолия говорит, Я поверила тебе, Потому что я, Я уже в тот момент поняла, Что я очень сильно любю тебя, И, Даже, Несмотря на то, Какие бы бредовые, Казалось бы, Идеи ты мне не рассказывала, Я пошла за тобой, Вот, И, Может быть, Сейчас ты тоже пойдешь за мной, Да, И я, Конечно, Понимаю, Что в это очень тяжело поверить, Но, Тем не менее, Тем не менее, Я очень прошу тебя, Чтобы ты мне верил, Ну, Хорошо, Хорошо, Я попробую, Я обязательно попробую, И, Я доверяю тебе, Поэтому, Я очень сильно внимательно тебя слушаю, Отлично, Тогда, Тогда продолжим, Так, На чем мы остановились, Ах, Да, На самом-то деле, Я, Конечно, Не сразу смогла перейти на твою сторону, Ну, И, В общем-то говоря, Поверить в твою идею, Но, Ты меня заверил, И, Да, Ты убедил меня, Что ты знаешь, Каким образом можно воссоздать человека из его ДНК, И, На самом-то деле, Перед тем, Как твоей сестре не стало, Она оставила тебе, Она оставила тебе свой образец ДНК, И, Потом, Она действительно умерла, Машел, Ты меня извини, Но я должна тебе об этом рассказать, Да, Джулия, Я, Я понимаю, Конечно, Спасибо большое, За то, Что ты знакомишь меня с моей жизнью, Это, Правда, Очень важно для меня, Я это очень сильно ценю, Ты только, Пожалуйста, Я тебя умоляю, Не огорчайся, Потому что, Как бы там ни было, Я скажу тебе, Что у тебя, У тебя получилось, Ты смог это сделать, Ну, По крайней мере, Насколько я это поняла, Своими глазами я, Конечно, Не видела, Но ты сказал мне, Что у тебя получилось, Что ты смог, Да ладно, Неужели, Неужели я вправду, Смог, Что, Я смог воссоздать свою сестру, Я не знаю, Маршал, Честное слово, Я не знаю, Я не видела этого собственными глазами, Но ты мне сказал, Что да, Ты сказал мне, Что у тебя, Все получилось, И что Гвен, Она жива, Она жива, Но проблема в том, Что она не здесь, И она в другом мире, Ты понимаешь, О чем я говорю? Вот это уже, Это уже полный капец, По-моему, Джулия, Я, Я не знаю, Вообще, Как у Макинтоши, Тут сейчас вообще, Как у него, Кушечка не поехала, Но тем не менее, Да, Понимаешь, Ты сказала мне тогда, Я это точно помню, Как сейчас помню этот день, Мы с тобой встретились, И ты сказал мне, Что проблема, Проблема, В общем-то, Вот этого самого опыта, И этого эксперимента, Заключается в том, Что твоя сестра, Она-то воссоздалась, Она действительно стала жива, Но дело в том, Что, понимаешь, Это как заново рожденный человек, И ее нужно обучить всему заново, И ей нужно точно так же, Как я сейчас помогаю тебе вспомнить все, Точно так же ей нужно помочь, И подарить воспоминания из прошлого, Потому что, понимаешь, Это совсем как новый человек, Это как купить новый телефон, Понимаешь, В нем совсем нету никаких данных, Никаких фотографий, Ничего, Абсолютно, Это чистый лист, И это маленький человечек, Который попал в большой мир, С совершенно нулевым багажом знаний и опыта, Это страшно, Маршал, И мы очень сильно хотели помочь ей, Но для того, Чтобы это сделать, Нам нужно было отправиться в другой мир, И даже в параллельный мир, Ты серьезно говоришь? Подожди, То есть ты хочешь сказать, Что, ну окей, допустим, Я был суперкрутым ученым, И я воссоздал свою сестру, О боже, У меня есть родная сестра, До сих пор в голове не укладывается, Хорошо, Допустим, Я воссоздал свою родную сестру, Из ее ДНК, Но воссоздалась она, Как ты говоришь, Совершенно нулящая, И еще я в другом мире, Именно понимаешь, В чем проблема, То, что, по сути, Я, конечно, не хочу тебя расстраивать, Я верю искренне в то, Что у тебя вышло, Но по сути, Мы даже не знаем, Жива ли она, Ты понимаешь, О чем я говорю? Я не хочу тебя разочаровать сейчас, Я очень сильно надеюсь, Я верю, что с ней все в порядке, Что у тебя действительно вышло, Но мы не знаем, Где она и что она, Я столько уже лет живу здесь, И я ни разу ничего не видела, Я не слышала о ней, И я не знаю, Даже куда ее закинула, Понимаешь, Дело в том, Что мы с тобой, Мы с тобой, Маршал, Отправились на ее поиски Через твои межпространственные врата, И ты годами работал над этим проектом, Ты делал все для того, Чтобы их настроить, Для того, чтобы привести их В рабочее состояние, И именно таким образом Мы и очутились, Собственно говоря, Здесь, Понимаешь, То есть ты хочешь сказать, Что мы были не в этом мире изначально так, И мы попали сюда чисто по моей вине и по моей прихоти, Потому что я решил, что я смог воссоздать свою сестру, Которая погибла от страшной болезни, Ну, Если вкратце, То, собственно говоря, Как-то вот так, Наверное, да, Ты веришь мне, Маршал? Я не знаю, Я очень долго не знала, Как тебе это все рассказать, Я очень переживала за тебя тогда, И переживаю сейчас, Как ты все это воспримешь, Я не знаю, Джулия, Это очень, Это очень странно, И знаешь, Что больше всего меня пугает, И что больше всего меня огорчает, И что же именно? Скажи мне, Я слушаю тебя, Конечно, Расскажи мне, Что у тебя на душе, А Маршал сейчас скажет нашей Джулии, Самые главные слова, Я думаю, Которые хотели бы, Наверное, Очень услышать зрители мои, Маршал сейчас скажет Джулии, Что, В общем-то говоря, Больше всего меня смущает, И больше всего меня коробит то, Что я ввязал тебя во все это, И то, Что, О, Господи, Я действительно мог поверить, Что у меня получилось, Что у меня получилось, Воскресить человека, И я Позвал тебя с собой, Через какие-то, Харен пойми, Какие ворота, Которые вообще могли нас убить, Которые вообще могли, Непонятно что с нами сделать, Выкинуть непонятно куда, И я втянул тебя в это, Для того, Чтобы, Для того, Чтобы просто, Для того, Чтобы просто как-то Утешить себя, И для того, Чтобы доказать самому себе, Что я суперкрутой ученый, Который может буквально все в этом мире, Ты серьезно хочешь сказать, Что я таким был, И что ты пошла за мной? Ну, Знаешь, Я на самом-то деле Никогда не рассматривала это, С той стороны, О которой ты сейчас говоришь, Но, Похоже, Что, Да, Да, Я пошла за тобой, Несмотря на все, И, Конечно, Конечно же, Ты не планировал, Что мы с тобой попадем в мир, Где, Где произошел апокалипсис, И, Конечно же, Ты не знал, Что мы сможем застрять здесь на всю жизнь, Никто этого не знал, Маршал, Понимаешь, Но, Я доверилась тебе, Потому что я, Я люблю тебя, Я люблю тебя уже много лет, И, Я ждала только тебя, Понимаешь меня? Джулия, Ты, Ты просто сумасшедшая, Ты, По-моему, Просто сумасшедшая женщина, Разрешилась на это, Но, Ты знаешь, Я, Ужас, Мне, Мне просто страшно от того, Каким, Каким глупцом я был, И, Каким наивным я был, Каким эгоистичным я был, Это, Это просто ужасно, Джулия, Ты, Пожалуйста, Ты простишь меня за это, Я, Конечно, Понимаю, Что, Боже, Я же, Наверное, Лишил тебя, И вообще, Сто твоей семьи, И вообще, Это, Это ужасно, Мне, Правда, Очень жаль, И я, Очень, Очень сильно, Хотела бы попросить у тебя, За это прощение, Ты простишь меня? Ну, Что же с тобой поделать, Макинтош, Что же с тобой поделать, Макинтош, Я, Мне действительно, Очень жаль, Это, Я просто не могу поверить, Что я был таким, Джулия, Это безумие, И ты пошла за мной, И ты за мной пошла, Женщина, Как? Я не могу понять, Как? Но я же уже, По-моему, Сотню раз сказала, Маршал, Как и почему? Я просто, Я просто люблю тебя, И ты человек, Которому я доверилась, И которому я продолжаю доверять, Несмотря на то, Через какую задницу, Нам пришлось с тобой пройти, Но все равно, Я продолжаю любить тебя, И я всегда буду любить тебя, Джулия, Ты просто, Ты просто, У меня слов нету, Ты, Ты самая лучшая женщина на свете, Просто, Я, Я не знаю, Что сказать, Ты действительно, Ты самая лучшая женщина в мире, И я так счастлив, Что у меня есть ты, Я так счастлив, Что меня тогда Споймал тот почтальон, И сказал мне, Что меня ищет какая-то девушка, Боже мой, Я так счастлив, Что я проходил мимо, Что ты нашла меня, Спасибо тебе большое, Ты просто, Ты просто, Самая большая любовь в моей жизни, Я очень сильно виноват перед тобой, Я постараюсь искупить свою вину, Ты правда не обижаешься на меня, Ой, Что было, То было, Все уже, Перестань, Макинтош, Я твоя, Мы вместе, Мы с тобой, Все хорошо, Все хорошо, Перестань, В общем-то да, Наконец-таки состоялся разговор Между Маршалом И между Джулией, Я скажу вам так, Что у Маршала, Конечно же, Очень сейчас смешанное чувство, Вот, И сейчас он не очень сильно понимает, Вообще, Как это все возможно, Что он ученый, Который мог вообще до такого, Вот у него сейчас даже, Знаете, Не укладывается в голове, Как он мог до такого додуматься, Как он мог не то, Что даже, Ладно, Додуматься, Это ладно, Чего только в голову иногда Ученый не взбредет, Но как он мог впутать В эту девушку, Которую он любит, Вот от этого, Маршал действительно, Просто в шоке, И, Действительно, Он очень сильно у нас раскаивается, Я думаю, Что, Я думаю, Что он будет очень сильно стараться, Конечно же, В дальнейшем, Очень сильно будет стараться Искупить свою вину перед Джулией, Да, Потому что он действительно очень сильно ее любит, Но она как его любит, Я думаю, Что это, Что это и так понятно, Да, К сожалению, К огромному сожалению, Я не могу сейчас сделать действие От лица Маршала, А я бы очень сильно хотела сейчас, Чтобы он сделал ей предложение, Поскольку это было бы просто очень в тему, Вот, Давай мы Маршала, Давай поцелуем, Пожалуйста, Да, Маршал у нас сейчас говорит, Джулия, Ты такая, Ты у меня такая классная, Ты такая хорошая, Боже моя, Джулия, Посмотрите на эти просто преданные щенячьи глаза, Я просто не могу с этого, Ааа, Ты такая прелесть, Да, И Маршал у нас говорит, Джулия, Ты просто, Вот реально, Я, Ты такая офигенная, Я просто, Я просто сам счастливый мужчина на свете, Честное слово, Мне кажется, Что лучше женщины, Чем ты, Нету в этом мире, Я абсолютно в этом уверен, Ты, Ты абсолютно необыкновенная, Понимаешь, Я, Я очень сильно тебя люблю, Спасибо тебе за все, Ой, Да пожалуйста, Иди уже сюда, Иди уже сюда, Безумный ученый, Ой, Милота, Давай, Пожалуйста, Прижать к сердцу, Прижать к сердцу, Да, Отлично, Вот, Вот так вот воркуют, Мои голубочки, Мои голубочки, Баузи, 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 Как я их люблю сильно, Это просто, Это просто нечто, Это просто нечто, Могу я вас вот так вот сфоткать, Отлично, О, Боже, Какая милота, Просто, Просто посмотрите на это, Блин, Я не знаю, Ребят, Ну вот, Конечно, Я знаю, Что маршалы у меня не все любят, Но все-таки, Я, Я очень сильно надеюсь, Что вы его простите, Так, Нет, Ты идешь у нас, Давай-ка ты, Хотя нет, Знаешь, Ты пока внимательный, Вот у меня прям целый день внимательный, Давай ты, Пожалуйста, Поиграешь в шахматы, Вот, Я думаю, Что сегодня ты сделаешь упор именно на это, А, Джулия у меня, Ты же хотела кушать, Да, Вот правильно, Возьми покушай, Все, Наконец-таки, Поговорили мы с маршалом, Да, Конечно, Ему сейчас вообще все странно, Все непонятно, Вот, Но он будет переваривать эту ситуацию, И скажу вам так, Ребят, У нас маршал, Он, Конечно же, После того, Как услышал эту всю историю, Кто у нас тут? Кассандра Харрис, Понятно, Он, После того, Как всю эту историю услышал, Все это воспринял, Пропустил через себя, Он практически на 100% уверен в том, Что его сестра мертва, Потому что оно просто, Вот, Вот этот вот маршал, Вот такой, Какой он есть сейчас, Он просто не понимает этого, Он просто не верит в то, Что он мог сделать такое, Что он мог воссоздать человека из ДНК, Вот, И он даже не подозревает о том, Что у него действительно получилось, И что действительно в этом мире, В городе Винтенбург, Живет его сестра, Правда, К сожалению, Учитывая то, Что его сестра Совсем не помнит ни кто она, Ни что она, То она здесь под другой фамилией, Под другим именем, Поэтому, Конечно же, Конечно же, Будет очень тяжело ее найти, И даже, Если она тут как-то-то мимо И будет проходить, То я не знаю, Это чисто, Если маршал ее увидит, И он почувствует к ней что-то, Что, Вот, Что-то не то, Потому что вот он увидел Нашу Джулию И почувствовал, Что он, Вот, Знаете, Вот, Деживю, Вот он увидел Джулию, Он почувствовал, Что он этого человека знает, Вот, Откуда-то он 100% этого человека знает, Он уже с этой девушкой был раньше знаком, Они уже не в первый раз видятся, И поэтому, Если, В принципе, Маршалу повезет увидеть, В общем-то, Гвен, Вот, То, Конечно же, Он, Я думаю, Почувствует к ней что-то, Вот, И все-таки, Все-таки, Узнает, Что, Ну, Как узнает, В общем-то, Я думаю, Что он просто начнет подозревать, Что здесь что-то не так, И, Возможно, Познакомит с ней Джулию, А Джулия у нас знает чисто из фотографий, Как выглядит Гвен, То есть, Опять-таки, Главное, Чтобы она тут мимо проходила, Джулия ее узнает, Маршал, Он может к ней что-то родное почувствовать, Он может с ней хотя бы познакомиться, И потом подвести к Джулии, И спросить, Слушай, Ты не знаешь, Кто эта девчонка, Потому что у меня что-то странное, Прям к ней, У меня какие-то странные к ней чувства абсолютно возникают, И Джулия уже тогда сможет Маршалу сказать, Что, Слушай, Слушай, Дорогой мой, Это твоя сестра родная, Приятно познакомиться, Вот, Но пока что за все это время, Вот уже идет пятнадцатая серия апокалипсиса, Но за это время ни разу Гвен у нас тут мимо вообще не проходила, И пройдет ли она здесь, Это большой, конечно же, вопрос, Так, Ну что, Джулия у нас только что отправилась на свою работу, Вот, Она уже у меня упорно работает, Все в порядке, Мне очень интересно, Куда сегодня дойдет, В общем-то, Ее уровень продуктивности, Как хорошо она прокачается, Вот, Очень мне прям, Очень меня волнует этот вопрос, У нас с вами снова карточка шанса, Уже для Маршала, Вот, И вот здесь мне вот это вот совсем не нравится, Либо Маршал обретет известность и престиж, Либо Маршал потеряет работу, Это же, Это у нас, Вот мне интересно, Это на выбор, Как бы может произойти, Или это одновременно вообще происходит, Потому что если одновременно, Маршал потеряет работу, То мне это, Естественно, Абсолютно не нужно, Как бы нет, Спасибо, Ладно, Короче, Мы, Все, Я вот, Вот вижу вот это, Вот я не хочу рисковать, Я, Давайте, Пожалуйста, Выберем проигнорировать документы, Вот, Все, Все, Нам даже ничего не написали, Ну, Ладненько, Да, Кстати, Нам тут принесли счета, Да, В этот раз они у нас составляют, Шестьсот шестьдесят четыре симолеона, Мне кажется, Что это прям много, Это прям много, Не знаю, Что там разрабы подкрутили, У кого счета, Потому что у нас, Мы пользуемся только одним грилем, И ту один раз в день, Ну и свет горит, Ладно, Хотя мне говорили, Что от света ничего не зависит, И у нас такие огромные счета, За вот, Нашу холупку, Ну, Не знаю, Не знаю, Ребят, Что там у кого подкрутили, Мы платим довольно-таки дорого, Ну, Ладно, Так, Ребят, У нас вернулась домой Джулия, Которая уже просто не может, Которая уже просто без конца мечтает о детях, Вот уже прям, Вот смотрит в небо, И думает, Боже мой, Да когда же уже, Да когда же у меня появятся свои детки, Я не могу, Я так, Я так люблю этого человека, Я так люблю этого засранца, Я хочу от него детей Ангелина, Пожалуйста, Когда? Ну, Слушайте, Давайте мы посмотрим, Ага, Вот у нас какие дела, Так, Значит, В среду точно повышение мы не получим, Ну, Я подозреваю, Потому что у нас скачет где-то по половинке, Может быть, Чуть больше наш уровень продуктивности, Наверное, Мы получим повышение в пятницу, Так, Ну что, В общем-то, Как мы продвинулись, И что у нас здесь происходит, У нас вторник, Десять часов утра, Наш маршал отправляется на работу, Как вы можете заметить, У нас на счетах по нулям, Это потому что в понедельник мы расплатились нашими счетами, И все остальное отдали мафии, Маршал очень сильно хочет устроить помолвку с Джулией, Я на самом деле тоже очень сильно этого хочу, И где-то там внутри меня теплится надежда, То, что возможно сегодня Джулия потеряет свою одну звезду, Хотя, конечно, Это еще не гарантия, Это еще совсем не факт, Вот, Маршал, в общем-то, Немножечко переборщил с Тухляком, Поэтому, да, Ну ничего страшного, Вроде как этот моделент вот совсем скоро уже должен уйти от нас, И я думаю, что все будет хорошо, Ура, ребята, Наш Маршал, Посмотрите, Он, конечно, Очень уставший, Очень-очень, Очень сильно уставший, И какой-то вообще в совершенно плохом состоянии, Да, У него страдает очень сильно и досуг, И бодрость, Кстати, У нашей Джулии не спало вообще, Вообще не спала ее, Это одна звезда, Дурацкая, К сожалению, За сегодняшний день, Но, тем не менее, Маршал принес повышение, И он у нас теперь главный детектив, Да, Это очень-очень здорово, И очень этому счастливо, Ну что, На самом деле все как всегда, Джулия стоит под Маршалом, И помогает ему прокачиваться в фитнесе, Да, Мы сейчас набираем, Кстати, Восьмой уровень этого навыка, Вот, Медленно, Наверное, Идем к нашей, К нашей десяточке, Которая нам очень сильно нужна, Так, Мы тут с Маршалом пока что пытаемся Запыкнуть в последний вагон, И за десять минут до начала рабочего дня Выполнить наши ежедневные задания, А именно дружелюбные действия, Вот, Потому что с нашей женой Будущей нам общаться нельзя пока что, Поэтому мы тут выцепили Семечку, Которую, В общем-то, Я вам показывала в предыдущей серии, Которая вам очень понравилась, Да, Она на нас тут наезжает, Выслушает оскорбления, Да, Говорит, Что это у тебя вообще за ботинки, Такие языки да вонючие, Какие-то ободранные, Ты посмотри на себя, Что вообще тебе нужно, Ты что, Бездомный что ли? Ну, Все понятно с вами, Мы, Значит, С вами по-дружески, А вы вот так вот, Да, Ну, Вот, Знаете, Вот с такими вот, Вот с такими вот, Как вы даже не хочется иметь дело, Так, Ну, На самом-то деле, Маршал, 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 Я вот даже не знаю, Вот, Честно, Я не знаю, Кого бы мог этот персонаж включить, Если бы никто вот так вот не кололся, Может быть, Может быть, Вот, Знаете, Мне кажется, Что он все-таки больше дипломат, Чем какой-то, Какой-то, Вот, Знаете, Такой, Скажем так, Громила, Который наезжает, Да, Давайте попробуем, Давайте попробуем так, Знаете, Вежливо сесть, Поговорить, Все-таки у нас обаяние хорошего уровня, И вообще, Давайте попробуем быть хорошим копом, Рост продуктивности малый, О, Слушайте, Ну, Это хорошо, Так, Ребята, У нас Джулия только что пришла с работы, Домой, Вот, Смотрит на ручки, Думает, Ага, Опять у нас тут дождик, Хорошо, И давайте посмотрим на ее продуктивность, Ой, Слушайте, Продуктивность отличная, Посмотрите, У нас буквально не хватило пол колбочки, Значит, Ну, Все, Ребят, В пятницу мы должны получить наше повышение, И это значит, Что мы можем смело завтра, Или даже сегодня ночью, Попробовать зачать ребенка, Да, Вот, Хотя у нее до сих пор не спала вот эта вот ее звезда, Треклятая, Да, И после того, Как она получит повышение, Скорее всего, Опять повысится уровень славы, Это, Конечно, Это, Жесть, Вот, Но я думаю, Вот я, Я уверена, Что в пятницу мы должны закрыть нашу карьеру, И это прекрасно, В принципе, Мы ждем только одного, Чтобы у Джулии пропала наша звезда, А там уже, Там уже все, Там уже понеслась, Как говорится, Ух, Просто фух, Посмотрите на это счастливое лицо Маршалла, Вот это вот, Вот, Вот примерно точно так же выгляжу сейчас и я, Потому что, О боже, Его не вернули с работы, И да, У него до сих пор светится возраст, Он уже вот-вот буквально, Вот, Вот прям сейчас должен повзрослеть, Вот в считанные минуты, Ребята, Я вам обещала, Что стейк у нас будет особым праздничным блюдом в нашей семье, И учитывая то, Что сегодня дни рождения у Маршалла, То Джулия решила приготовить именно его, И сразу после того, Как она закончила его готовить, Она получила достижение, Она теперь достигла 10 уровня в навыке кулинарии, Можете ли вы себе представить, Вот так вот, У нее аж 3 навыка, Теперь по десяточке, Все, Ребята, Мы дождались, Маршал взрослеет, Официально наступил его взрослый возраст, Я, если честно, Не могу в это поверить, Потому что он к нам пришел совсем-совсем недавно, И вот он, Вот он, Наш Маршал, Конечно, Заметно возмужал, Как мне кажется, Да, Теперь осталось еще и подождать до тех пор, Пока у нас Джулия повзрослеет, Слава у Джулии так и не спала, К сожалению, Вот, И она тоже должна, Кстати, Вот-вот повзрослеть, Уже довольно-таки скоро, Но за это я не переживаю, Потому что у нее сейчас выходной будет сегодня, И потом она вообще у меня будет увольняться, Так что это совсем не страшно, А вот Маршал у нас, Я запомню, Что он в 10.07 повзрослел, Значит, Стареньким он тоже будет становиться в это время, Как я понимаю, И вот с этим нужно быть аккуратнее, Потому что, Потому что тайный агент, Это все-таки довольно ночная карьера, Поэтому нам нужно будет за взрослый возраст успеть ее закрыть, Ну, По крайней мере, Я надеюсь, Что мы сможем все-таки это сделать, Я буду очень сильно стараться это сделать, Иначе будет обидно, И в 4.25 утра четверга Нам высветилось уведомление о том, Что Джулия взрослеет, Ребята, Вот, Вот настал день рождения нашей Джулии, Давайте мы посмотрим на нашу основательницу апокалипсиса, На нашу красотку, Вот такая вот она теперь у нас девушка, Вот, И да, Конечно, Симы сейчас немножечко будут ходить грустными, Потому что у них якобы забытый день рождения, На самом деле, Не забытый вообще ни в коем случае, Симовод все помнит, Да, Скажи, Ну вот этот момент и настал, Обалдеть, Просто сколько лет прошло, Эх, Жаль, Что Мэл, Конечно, Жаль, Что братец не здесь и вообще, И Нори, И родители, Так жалко, Ну да, Есть такое, Конечно, Я тут с тобой не могу не согласиться, Ну что, У нас с вами четверг, Практически 10 часов утра, И буквально осталось 5 секундочек до того момента, Как Маршал у нас, Как Маршал у нас уйдет на работу, Вот, Такой вот уверенный он у нас в себе, Потому что он уже успел с утра и в шахматы поиграть, И он успел выполнить свои дружелюбные действия, Мы тут встретили Джилл Васкис, Это подруга нашей Джулии, Которая уже стала бабулечкой, Вот, Вот это вот бабулечка Джилла, Она эколог, кстати, И она тут Маршалу провела лекцию, У него даже появился вот такой вот модлет, Понятие охраны природы, Мне кажется, Что это очень круто, Очень прикольно, И добавляет ему внимательного состояния, Поэтому я, конечно, Буду очень сильно надеяться, Что каким-то чудом нам сегодня дадут повышение, У меня для вас просто шикарные новости, Друзья мои, Маршал принес таки мне повышение, Он теперь стал правительственным агентом, Слушай, Какой ты у меня хороший все-таки, Блинский классный ты мужик, Несмотря на то, Что, посмотрите, У него плохой уже и досуг, И бодрость в очень плохом состоянии, И он практически весь день был в состоянии дискомфорта, Но, несмотря на все эти трудности, Он принес мне повышение, И да, Расписание у него не поменялось, Теперь он выходит аж на три выходных, Что, конечно, По сути, Не очень, Но я безумно рада, Что все-таки мы выходим на эти выходные с повышением, Аж с шестым уровнем, У нас, кстати, До сих пор не было этого, Не было выбора, Кстати, Мне кажется, Что это очень странно, Мы до сих пор не выбирали Это, в общем-то, Пути, по которому мы пойдем, Алмазный агент, Либо тройной агент, Может быть, Это попозже, Хотя уже шестая ступень, Ну ладно, В общем-то, да, ребят, Вот Джулия у нас до сих пор не спала ее славой, Я только этого и жду, И на самом-то деле, Мне кажется, Что вот на таком моменте Можно закончить эту серию, Да, Очень долгую, Я думаю, Насыщенную серию, Спасибо всем огромное за внимание, За то, Что вы были со мной И с моим семейством Макинтойш-Лойт, Да, Я думаю, Что совсем скоро Эта ситуация исправится, По крайней мере, Очень сильно на это надеюсь, Ну а пока что Всем огромное спасибо За внимание еще раз, Всем до новых встреч, До скорых встреч, И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok